Всем привет, друзья! Не прошло и двух недель, как мы заселились в Москве, но нелегко снова забрасывать нас в Санкт-Петербург по определенным семейным обстоятельствам, а также по делам. Мне недавно позвонил один мой хороший товарищ и сказал, что продает свою машину. Он хочет, чтобы я ее посмотрел. Эта машина, это Porsche. Я сказал, да зачем она мне нужна? Но потом, когда он мне прислал фотографии, мне сразу потекли слюни. Так что сегодняшний выпуск я хочу посвятить, возможно, тому, что я собираюсь купить себе новую машину. Порше. А это у нас что? Это Кайманер? Кайманер, да. Ну и как тебе? Мне? Отлично. Я маленький, машинка маленькая. Но он мелкий, жесткий. Как я жесткий. В постели. Не, ну реально жесткий. Жесткий, жесткий. На Ешке купе 21-й диске, я здесь охуевал. Когда в Москву переехал, то я там вообще перестал охуевать. Там дороги настолько пиздатые. Посмотрите на эту сучку, как она гоняет, меня уже тут в заносы отправляют. Нечерен вставший, блять. Быстро он разгоняется. 12 секунд до сотки? Где-то 12,7 она едет. Да, Даниил, ну ты спиди-гонщик, конечно. Знатная тачечка. Что-то все на Поршах, да на Поршах. Об этом-то и пойдет речь в этом влоге. Смотрим дальше, ребят, смотрим дальше. Теперь в следующий аппарат пересаживаемся. Это уже винный аппарат, винно-позволяющий, винно-расслабляющий. Очень серьезный деловой человек. Ребят, посмотрите только вот на ножки на эти, на Даниила, на наушнички на его. Вряд ли в городе, а то и в стране есть кто-то более серьезный, да, Даниил? У меня динамики работают. Куда нам? Куда нам идти-то? Это ресторан. А? Садись. Короче, мне кажется, нам вот сюда. Блять, идиоты. Вот они, добрые молодцы, кому я так долго мчались, так сказать. Та-дам! Нас только Дима себе может позволить загадать вино. Поэтому вы его окружаете. С вашего позволения, Дмитрий, я тоже глотну венца. В Москву. Спасибо, Димочка. Лиз сказал быть дома, через 15 минут надо быть дома. Вот, сука, черт возьми, а он прав. Помещался к Лизе, Лиз, Лиз разрешил до 12, но непонятно чего, ночь или дня, соответственно. Воскресенье. Воскресенье. Давайте, друзья. Понимаете, когда я в Питере раз в месяц не вижу ни с кем, то мне-то как бы похеру. А туда уехал, две недели прошло, и я уже чувствую, как будто, блять, вечность какая-то залегла. Такая, типа, соскучился, да. Ладно, будем работать над собой. Будем шрамы все делать, шармирование там. Пока Юры нет, давайте улучшим его блог немножко. Давай, давай, согласен. А то хуйню какую-то снимают. Да. Что ты хочешь сказать его зрителям? Ну, это такие люди 18-25 с небольшим налетом аутизма. Мы прекратили это, не надо так говорить. Данина аудитория. Да. Дань, давай сразу рекламируй свой инстаграм. Соратор, предприниматель. Да. Серьезный. Трансформатор. Принимает, кстати, он биткоины в самом отеле, кстати. Все принимают. А когда будет булка, будет булку принимать. Булку буду принимать, батонами принимать буду. Да. Дима недавно был на Миконосе. Как там мальчики, Дмитрий? Входился в новую тенденцию. Понаблюдал за стороны и вернулся обратно в город. Не расстался с девушкой, не? Не сошел с мальчиком, не? Были, конечно, у него возможности, но природа взяла свое. Все спрашивали, где Данька. Парни твои, твои, да. Я скоро туда поеду тогда. Я знаю, я всем показывал свои фотки, там тебя ждут. Вот что, вот что может привлечь таких мальчиков? Голые девочки. Голые девочки. Нет, 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 это акция зарабатывает. Даня хочет показать симпатичных волейболистов. А вот это новенький сегодня не будет. Волейболистка? Нормальный, годный контент. Что там происходит, Данечка? Нормально. Простите, но это просто мужская компания. Тем временем питерская история продолжается. Сейчас я приехал к своим друзьям на дачу. С Лизой мы вновь довольно сильно поругались. Не без вашей помощи, мои друзья. Если вы помните тот влог, где мы выбираем квартиры, он был удален Лизой, пока я сидел с друзьями. Вот в этом влоге до этого. Соответственно, в этот момент Лиза дома коварно открыла мой ноутбук. И снесла к чертовой матери видео. Ну, потому что, блин, короче, ей не понравилось, что там были какие-то негативные комментарии. На самом деле мы эту историю все проходили, потому что мы в Инстаграме достаточно известные ребята. И как бы хейта было полно. Ну, не знаю, будьте лояльнее, может, чуть-чуть. Я сейчас записываю этот влог, и когда вы его увидите, я еще не знаю, в каком статусе я буду со своей женой. Ай, уже не с женой, потому что что-то мы очень сильно разругались. Причины, ну, потом я расскажу вам причины конкретные. Потому что все же, наверное, то, что видос снесла, это, ну, не так страшно. Потому что я его залил опять. Тем временем будем релаксировать. Один педик детектор. Здорово, Баринда. Здоровенько, здравствуйте. А где Тохис там? Тохис где-то здесь был на пляже, но куда-то отошел. Молоко начинает давить. А вот это уже настоящая гомо-команда подошла. Эти ребята профессионалы в своем деле. Это самый богатырь наш. Понимаете, в общем, наш. Наш, мужики, в общем. Помаду вытри. И ты тоже. Чего вы там трогаете друг друга? У меня этот влог антиздоровый будет. Знаешь, это пропаганда, это у меня нативная реклама сигарет, бухла всякого. Сейчас про наркотики. Но нет, они как бы улучшают жизнь. Наркотики можно подавлять, когда вот бухаешь очень сильно, там лучше всего еще подавлять наркотики. Кокаин, дай? Не, ну, чуть подешевле, наверное. А, просто, блядь, кокаин. Крокодил. Джон, не хочешь побороться тоже? Чуваки сейчас боролись. Мне кажется, кишка может выпасть сзади. Ха-ха-ха. Это просто вечера на Лазурном берегу озера Долгом. Ха-ха-ха. 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 На камеру? Короче, на следующей неделе. А у камеры горилла-пот такой, как... На следующей неделе ВДВ. Ребят, все идем. Как обычно, купаемся в фонтане. В говне. Моя заяца стеснялся, сразу все это прихорашивается, да. Такой, типа в говне не купался. Ха-ха-ха. Это Паша только что подарил у женщины букет. Букет. Смотрите, сейчас произойдет история. У-у-у-у. Паша. А-а-а-а. У женщины замуж может быть женщины. Поцелуйтесь. Паша, ты такой романтичный сейчас. Я пляк, когда говорят в онлайн. А Паша такой хуяк на каблуках идет, блядь. Ди-ди-ди-ди-да. Хах-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я помню сосался с телкой. Мне было лет 17. Мне было лет 17. И я такой. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Так, ребята, у нас новый гость, месье Бен Китсли. Знаешь, этот человек запил после третьего Железного Человека, очень сильно. А к этому, к этому мену едут они. К этому. Корейская мафия. Тайкинская мафия. Ну что, друзья, мне кажется, нам нужна пора заканчивать наше веселье. Хватит этих сальных шуточек, этих друзей никому не нужных. Это серьезный влог, я достаточно серьезный взрослый человек, мне уже 32 года. Если бы сейчас была, знаете, зима, я бы одел норковую кепку, сидел бы разговаривал, чтобы придать себе пущие уверенности. Как я обещал в начале влога, я приехал в Санкт-Петербург для того, чтобы рассмотреть предложение моего друга. Короче говоря, я, возможно, приобретаю себе новую тачку. Это просто в офигеннейшем обвесе Lada Priora вы такой точно не видели. Но мы должны вместе посмотреть, что это такое. Но прежде чем его посмотреть, я куплю кое-что, благодаря чему ваш просмотр моего влога станет намного более интересным. За время съемки моего влога произошло до хрена чего такого, о чем-то, не знаю, даже, наверное, не буду рассказывать. Мы успели поругаться настолько сильно с Лизой, что разошлись. Это был полный трэш, но сейчас все нормально. Главное, тачку едем смотреть. Ну и сейчас купим кое-что интересненькое. Как я говорил, мы должны приобрести что-то, с чем вам интереснее было бы смотреть. Я думаю, приобрести айпад мини. Поддержка 7, либо без поддержки 7. А с поддержкой 7 40 тысяч стоит? Офигеть. Нет, мне не нужна 7. Цвет. Цвет, цвет. Не знаю, какие есть. Черный, давайте все темно. Темно-маркур. Или не сматывайся, серебристый. Ну, ребята, поверите моему опыту, у меня был айпад большой, айпад маленький. Я могу сказать, что айпад маленький, он намного круче, чем большой. Крупный, тяжелый, мне удобно пользоваться. На самом деле, если быть откровенным, я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. Ну, блин, ребята, не будем ходить вокруг да около. Для вас айпад с вас подписан. Все подробности чуть позже. Ну, папа-папа-папа-папа. Ну что, ребята, вы готовы к продолжению настоящего блока уже с подарками? Поехали! Я недавно пересчитывал комментарии. Я встретил немало людей, которые отметили, что шутки очень-очень часто преобладают низу пояса. Ну что я могу с этим поделать? Они самые смешные и тупые на свете. Так что, ребята, I'm sorry. Но здесь не юмор с кудрявыми париками и пердежом в диван. Автомобиль! Якубой еще вскакивает. Вот, смотрите, какой ключик. Этой, просто, блядь, давай фокусируйся, сучка. А-а-а, нажимаю, да, ну, стандартная. Для тех, кто не знает, все-таки Porsche это спортивная тачка и багажник здесь спереди. Офигеть, блин. Ну, это реально. И там человек такой лежит, Миша Свитлер, крутит педальки. Блин, конечно, Бэдмобиль-то знатный вообще. Ребят, если что, места сзади очень много. Ключ вставляется, как ты сказал, в старом Жигули? Да-да-да, именно так. Видите, подсказывает все. У-у-у-у-у! Ребят, я могу сказать, что осев в эту тачку, ты сходу понимаешь, что это какое-то спортивное злое дерьмо на самом деле. Игорь, за счет ты тебя показал? Я вообще не думал о том, чтобы ее брать, если честно. Ты мне покажешь Porsche Porsche? Да какой Porsche вообще? Мы приближаемся к дороге к Кривному каналу, где мы сможем чуть-чуть протестить этот автомобиль. Юр, вот тут есть такая волшебная колесико, да. Вот оно переключается в спортивный режим. Так, и спортивный режим плюс. Ну-ка! Ё-пс-тудэй! Ё-моё! Это просто мы 120 сразу дали вообще. Реально очень круто разгоняется. Очень-очень, но еще не все, подожди. Теперь ты полностью выжми тормоз. Две педали одновременно держишь и потом просто бросаешь тормоз. Готов? Да. Давай газ полный. До конца. Бросай тормоз. Попал, ё-пс-твою мать! О! Вот это нахрен ракета! Мои ощущения, это просто какая-то, не знаю, ты сидишь, знаешь, это аттракцион, рогатка, которая тебя заряжает, в капсулу садишь и тебя так... Катапульта! Катапульта, да. И вот примерно такие же. Бля-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Да, кстати, честно, по жесткости, но не могу сказать, что нам отличается от моего мерса. Да-да-да, мы когда этот Хуракан, короче, брали на прокат в Дубае, он мне сразу поставил на спорт тоже плюс какой-то режим, вот на самый спортивный, бля-я-я. Оно прям вообще адское, кучарное такое. Братан твой. Да? Я вам слишком суровый был. Питерская бабь, не бро! ГАКСТА! Так. Ну что, ребят, как ваши вообще впечатления? Я не знаю, смог ли я передать ту бурю эмоций, которая на меня нахлынула. Когда выжимаешь тормоз, выжимаешь газ, отпускаешь тормоз, она просто рвет, как евреи со склада. Хочу, чтобы вы написали в комментариях, нравится ли вам эта тачка, потому что, ну, я действительно думаю, возможно поменять себе аппарат. Итак, друзья, вы посмотрели сегодняшний влог. Я уже попросил вас высказать свое мнение в комментариях по поводу Паршака 911, этого вообще голубого цвета, офигенного зверя, насколько он вам нравится. Вообще, что думаете, брать или не брать эту тачку? И во-вторых, я же говорил, что будет для вас сюрприз. Я хочу разыграть вот эти два яйца. Среди вас, мои дорогие подписчики. Ладно, я шучу. Я хочу устроить небольшой мини-розыгрыш на своем канале. Делаю я это впервые на ютубе, так что не мните меня за дебильность условий этого конкурса. Для того, чтобы выиграть этот айпад, нужно, а, написать Лизе, какую-нибудь гадость, ладно, шутка, шутка, на каком случае. Первое, подписаться на мой канал. Второе, написать, почему именно вам должен достаться этот айпад. Да, задание не очень простое, но, тем не менее, я хочу, чтобы вы приняли какое-то немного активное участие. Айпад офигенный, миник стоит хуй знает сколько, я его мог вообще, блядь, пришел в этот магазин, он 30 тысяч в странном ресторе стоит. Хотя так он продается за 20, на 128 гигов и вот такая еще обложечка. И уже в следующем выпуске мы вместе с вами узнаем, кому достанутся эти два волшебных яйца. В общем, в следующем выпуске я разыграю это. А тем временем, те подписчики, которые не желают участвовать в конкурсе, но все же смотрят мои видосы, желаю вам искренне подписаться совершенно на мой канал, нажать на колокольчик, потому что таким образом вы в любое время года, дня, суток, минут, секунд будете знать, когда выходят мои новые видосы. Ну а жизнь без них, вы же понимаете, это как жизнь без героина. Ну и все, давайте, счастливо.